В поселке Искатели подвели итоги окружного конкурса выставки оригинальных поделок «Зимние фантазии», тематикой которого являлась новогодняя игрушка. Участие приняли жители из 16 населенных пунктов региона. Всего члены экспертной комиссии рассмотрели более 350 работ, представленных на конкурс в этом году. Тема продолжит Александр Литкова. Шишки, мишура, ветки, а также конфеты, макароны, тесто и чай в пакетиках – все это и многое другое послужило материалом для новогодних поделок. Здесь и елочные игрушки, и просто поделки в виде символа наступившего года. Елочная игрушка Софьи Чупраковой в своей возрастной категории заняла первое место. Мне помогала мама, мы делали ее из картона, бусин и ниток. Всего организатор конкурса выставки «Клуб со звездой поселка Искателей» определила пять возрастных категорий участников. Кроме того, жюри выявило победителей и в отдельной номинации – оригинальность. Жюри оценивало работы по следующим категориям. Они должны быть выполнены эстетично, качественно, соответствовать тематике, содержанию, ну и, конечно же, должны быть выполнены прочно. Если это игрушка новогодняя, которая, если это новогодняя игрушка для елочки, она должна иметь, конечно, крепление. Вязаные снежинки Ирины Ваучейской жюри единогласно признала самой необычной и оригинальной новогодней игрушкой, сделанной своими руками. Я участвую каждый год в конкурсах. Но это всегда бывает. С ребенком сначала участвовала. Сейчас ребенок вырос, решила поучаствовать сама. Идея пришла сразу, решила вспомнить. Когда-то вязала, увлекалась вязанием. Увидела узор красивый и решила связать снежинку. Стоит отметить, что на суд жюри было направлено много работ, каждая из которых по-своему необычна. По мнению жюри, каждая работа – это маленький шедевр. Поэтому и выбирать победителей было нелегко. На конкурс-выставку представлено 355 работ из 16 населенных пунктов нашего округа. Было очень сложно выбирать, потому что все работы очень красивые, интересные. Все участники постарались, это видно. 18 января победителей конкурса выставки «Зимняя фантазия» наградят дипломами. Остальные участники получат благодарственные письма.